Объезд с центральных улиц курорта начали с Виноградной. Здесь по утрам традиционно собирается очередь из автомобилей. Никому не нужные заторы создают сами же сочинцы. В основном в потоке машин частные авто с местными номерами, замечает Анатолий Пахомов. Многие через Виноградную едут, например, в Адлер. Хотя логичнее было бы уходить на дублер. Смотрите, вот запускают, зачем запускать город? Я не знаю, по какой причине. Вот сам езжу и никак не могу понять, почему людям не ездить по дублеру. Ну все ведь замечательно. А это уже Донская. Здесь в сторону Краснодарского кольца по утрам тоже скапливается пробка. Причин сразу несколько. Основное – несоблюдение водителями правил дорожного движения. Одни, грубо нарушая ПДД, поворачивают налево через сплошную, другие бросают машины у обочин. Третьи, в том числе таксисты, устраивают возле остановочных павильонов настоящую стоянку, мешая работе общественного транспорта. Все это и создает пробки. Год здесь не было никаких проблем. Потому что год выполняли правила дорожного движения. Никто не парковал вот так вот. И нельзя парковать. На Гагарина та же ситуация. Плотно припаркованные у обочин машины мешают не только проезду, но и уборке дорог. Полиция с замечаниями мэра согласна, что необходимо активизировать работу. Где-то нужно поставить регулировщиков, в других местах активнее эвакуировать нарушителей. И сегодня в ходе объезда полицейские озвучили целый ряд предложений для решения дорожных проблем в центре Сочи. Для того, чтобы официально, законным путем сбрасывать транспорт на дублер в районе спутника, нужно там сделать полосу общественного транспорта. Они считают, что на въезде в город необходимо поставить знаки, которые будут показывать, что нужно ехать по дороге дублер курортного проспекта. Все предложения будут рассмотрены на комиссии по безопасности дорожного движения. Заседание намечено на среду.